Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно по традиции мы начинаем с вами видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Что произошло на оперативных направлениях и на линии фронта в нашей стране и вокруг нее за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 1 апреля, сменился календарный месяц очередной, но к сожалению нам война продолжается, поэтому пока ни о каких праздниках смеха мы не говорим и речи не ведем. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, постоянно попадает под ракетные удары, кстати поменялась тактика, сейчас расскажу. 16 авиационных ударов и 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 31 марта, это вчера, был нанесен очередной удар Российской Федерации по гражданским объектам. И были применены баллистические ракеты. Есть предположение, что была применена ракета типа Кинжал, сейчас это устанавливается и будет подтверждение. Или баллистическая ракета типа «Эскандер». Что конкретно? Это в принципе одна и та же ракета разного базирования, наземного и воздушного. Воздушная может лететь на 2000 километров, наземного базирования до 500. И попал город Запорожье, частные дома и кладбище. Вот что даже на том свете людям не дают спокойно почивать и взрывами вот таких ракет баллистических выворачивают могилы. Вы понимаете, да? Происходит такая, будем говорить, очень жесткая эксгумация тел, разбрасывание останков и так далее. Но тут кощунству российских фашистов нету предела на сегодняшний день, к сожалению. Также для нанесения авиационных ударов, и кстати противник меняет тактику. Смотрите, видимо ввиду резкого уменьшения количества ракет, это отмечают наши военные, поменялась тактика их применения. Применяются теперь ракеты на ближних дистанциях. Это ракеты С-300, это ракеты по прифронтовым городам. То есть практически Россия переносит огонь ближе к линии фронта. Уже вглубь страны ракеты летят все меньше и меньше. Не знаю, как будет дальше. Если, допустим, мы говорим, наша разведка давала нам цифру 40-50 ракет они могут собрать за месяц, то я так понимаю, что уже приближается тот день, когда мы можем увидеть очередную порцию ракет, которая может прилететь в Украину. Так как это планировалось, допустим, две недели назад. Так что угроза ракетных ударов остается. Дополняют они эти ракетные удары еще и беспилотниками, дронами «Камикадзе» типа «Шахет-136». В частности, за прошедшие сутки было 6 ударных беспилотников применено по территории Украины. Ну, наша система противовоздушной обороны справилась со всеми шестью. Так что в этом плане все БПЛА за прошедшие сутки были полностью уничтожены. С ракетами намного сложнее. Еще раз, вчера мы говорили с вами о том, что расчеты готовы и вот-вот они уже в Европе, скоро будут в Украине. Комплексы должны заступить на боевое дежурство. Те, которые могут бороться с баллистическими ракетами. Это должно немного облегчить ситуацию. Я не говорю, что это решит проблему, но облегчить ситуацию это должно. Противник продолжает сосредоточение своих усилий на той огненной дуге, которую мы с вами обрисовали. Это Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Маринское направления. Видите, немножко выпало Купинское направление. Там противник понес существенные потери и на сегодняшний день. Плюс мы еще там в районе Сватова сожгли пару таких внушительных складов. Детонация была довольно долгая и, соответственно, боевой потенциал сразу поуменьшился. Потому как огневой поддержки особо нет, боеприпасы надо подвозить, потери надо восстанавливать. Поэтому огненная дуга чуть-чуть сузилась на четыре направления. Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Маринское. На этих направлениях наши силы обороны за прошедшие сутки отбили более 70 атак противника. То есть в этом плане, к сожалению, мы не наблюдаем уменьшения. Наоборот, идет тенденция к увеличению количества атак за сутки на нашей позиции. Итак, пройдемся по остальным оперативным направлениям. Или с севера на юг по часовой стрелке. Волынское и Полесское направления здесь без изменений. Нет ударных группировок, нет перемещений войск. Все стабильно и контролируемо со стороны вооруженных сил Украины. Северское и Слобожанское направления, к сожалению, здесь хоть и без изменений, но продолжаются обстрелы наших населенных пунктов, наших территорий. Черниговская, Сумская и Харьковская область продолжают страдать от обстрелов со стороны российских войск. Противник продолжает сохранять военное присутствие в Курской и Белгородской областях. Там нет ударных группировок и они не формируются, сразу обращая внимание. Но тем не менее в приграничных районах, в Курской и Белгородской областях, находятся российские войска. Мы знаем о них, они там находятся давно уже и много месяцев. И они иногда даже совершают провокации. Но как бы угрозу вторжению эти войска не несут. Максимум это провокации. Далее, Кубенское и Лиманское направления. Здесь противник продолжает локальные бои вдоль линии соприкосновения. Артиллерия работает по обе стороны, то есть и наша и российская артиллерия. И на днях расисты попытались атаковать вдоль всей линии фронта на Купенском направлении. А это Купенском или Лиманском. Это от Невского до Торского. Вот если по карте посмотрите, еще раз вас направляю к карте Дипстейта. Открывайте, она с анимацией. Она даже может показать, когда появились стрелочки, на каком участке. Так вот, от Невского до Торского была попытка. Все начиналось как традиционно. Вот чем хорошо в том плане, что российское командование всегда предсказуемое. Может они и понимают, где-то там в глубине души, что надо что-то менять. Но поменять они ничего не могут или не хотят. Поэтому все началось как обычно, традиционно, с артиллерийской подготовки атаки. Но потом, когда атака началась, атака захлебнулась. Из-за изменения погодных условий. Плюс наша артиллерия поработала. Мы нанесли довольно существенные потери атакующим в ухудшенных погодных условиях для них. И они отступили на исходные рубежи. Вот такая вот обстановка за прошедшие сутки на Купенском или Лиманском направлении. Бахмут. Здесь архитяжелая ситуация. Все усилия российские фашисты бросили на центр Бахмута. Самые ожесточенные бои, непрекращающиеся, круглосуточно непрекращающиеся атаки идут за центр Бахмута. Центр города атакуется с трех сторон. С севера, с востока и с юга. На прошлые сутки противник имел частичный успех на юге самого города. В эти сутки противник не имел успеха. И в принципе бои продолжаются на тех же рубежах, как и в предыдущие сутки. За прошедшие сутки линия фронта или линия боевого соприкосновения в городе Бахмут не изменилась. Противник продолжает атаковать. Мы продолжаем удерживать центр Бахмута. Авдеевское и Марьинское направления. Здесь противник вел наступательные действия, но успеха не имел. Тоже за прошедшие сутки очень сильно атаковали. Только в районе Марьинки силы обороны Украины отбили более 20 атак противника. Но противник, поднеся потери, откатился на исходные рубежи. Работает наша артиллерия. В принципе очень успешно. И поэтому поддержки со стороны российской артиллерии и бронетанк, и тяжелой техникой у российских войск здесь, на этих участках, меньше. И поэтому успеха противник никакого не имел. Но линия боевого соприкосновения за прошедшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях не изменилась. Шахтерское направление. Здесь позиционные бои и артиллерийские дуэли. Ситуация без изменений. Запорожское и Херсонское направления тоже самое. Артиллерийские дуэли мы потихонечку работаем по... Мы объявили охоту на любые попытки российских фашистов развернуть огневые средства на левом берегу для обстрела населенных пунктов или территорий правого берега. И довольно у нас это, судя по результатам, получается неплохо. Количество обстрелов, особенно в Херсонской области, немного уменьшилось. Немного. Не скажу, что мы полностью это оградили. Есть такие районы, где мы не можем дотянуться. Это район атомной станции. И они обстреливают оттуда. Они выходят. Там, кстати, уже отмечали инспекция МАГАТЭ, что там увеличилось количество войск. Они уже не скрываются по цехам. Они просто стоят на территории атомной станции. Естественно, артиллерия выходит на позиции и с района станции обстреливает Марминец и другие населенные пункты на правом берегу. Поэтому там, к сожалению, им достоинство. На юге, на самом юге, там мы пытаемся устроить охоту сафари на российскую артиллерию, что иногда у нас удается. Как вывод за прошедшие сутки можно сделать следующее. Что враг неудачно активизировался на Сватовском направлении, то есть на Купинском. В Бахмуте ситуация фактически не поменялась за сутки. Но враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в городе. То есть продолжает атаковать. После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Это вот то, что мы спалили несколько крупных складов, то есть мы их обнаружили и они вдруг сдетонировали. Проводится проверка местных жителей. В отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь. Продолжает фиксироваться случай использования захватчиками гражданской инфраструктуры и в частности собственности граждан Украины в своих целях. В частности, Счастинский район Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для распортирования военнослужащих российских оккупационных войск. Вот такая вот там ситуация. Авиация силы обороны донесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. И урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки, составил за сутки уничтожено 630 российских захватчиков, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 8 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 1 средство ПВО, 7 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Вот такой урожай собрали наши силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона. Что ж, на этом военную обстановку мы закончим и немножко поговорим о военно-политической обстановке. Она тоже имеет тенденции к сменам и причем в военно-политической обстановке есть как хорошие новости, так и не очень. Начнем с хорошего. Миг 29-й военно-воздушных сил Польши и Словакии это первые истребители НАТО для нас. 18 марта текущего года, то есть почти чуть меньше чем 2 недели назад, поезд наконец-то тронулся. И было объявлено о передаче до конца августа 13 словацких Мигов 29-х. Со стороны Польши нам также будет передан еще Миг 29-й в общей сложности около 13 бортов. Так что всего по идее мы должны получить 26 бортов. Ну видите, к сожалению срок растягивается аж до августа месяца, но тем не менее первых 4 Мига словацких уже находятся на вооружении наших воздушных сил. Будем надеяться, что и остальные придут намного раньше, чем здесь указано. Но отметить надо положительное то, что и Польша наконец-то смогла пробить дорогу для своих самолетов, чтобы передать их вооруженным силам или воздушным силам вооруженных сил Украины. Ну а Белоруссия? Белоруссия на сегодняшний день не перестает удивлять. Бульбафюрер, как его иногда называют в нашей прессе, самоправослушенный руководитель Белоруссии Лукашенко, на ежегодном, он провел ежегодное обращение к нации, зачитал точнее. И естественно постарался отметить самые важные вещи. Первое, но он кстати даже переплюнул сам себя, даже Путина точнее. Если Путин говорил о том, что Россия готовит, заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия и планирует 1 июля окончание строительных работ, то Лукашенко заговорил о межконтинентальных баллистических ракетах, тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах. В ежегодном обращении к парламенту и народу Лукашенко заявил, что планы Москвы разместить ядерное оружие на территории страны помогут защититься от НАТО. Каким надо быть неспавна розуму, я кажусь, Украине, чтобы размещение чужого ядерного оружия на своей территории помогло защититься от НАТО. Наоборот, вы становитесь мишенью номер один. И чем мощнее будет размещено оружие на вашей территории, ядерное оружие, тем, будем так как, приоритетнее Белоруссия будет находиться в списке первого огневого удара со стороны НАТО. То есть вы размещаете оружие, вы несете угрозу. Это говорит о том, что завтра в Польше, в странах Балтии появится ядерное оружие. Причем ядерное оружие, которое будет не межконтинентальные баллистические ракеты. Вообще какой-то смысл их размещать в Белоруссии. 6 тысяч километров минимальная дальность пуска этих ракеток. Куда они будут лететь? По Вашингтону? Так в подлетное время с Дальнего Востока намного меньше. Но вот это желание втянуть страну в ядерный угар, оно просто неистребимо. Так что это реальная угроза для безопасности Белоруссии. Почему? Потому что НАТО, я уже говорил, когда Путин сказал, что он готов разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, я сразу же сказал, что значит первый удар конвенциальным оружием будет по месту хранения этого ядерного. А вы же понимаете, что ядерные боезаряды могут быть в результате этого удара разрушены, получится эффект грязной бомбы, то есть загрязнение территории Белоруссии. Кстати, я так понимаю, база недалеко от Минска находится, где-то там, так что вот белорусам есть над чем задуматься. Также не обошлось без методички об агрессии НАТО. Лукашенко сказал, что поверьте мне на слово, я никогда вас не обманывал, они готовятся к вторжению в Беларусь и уничтожению нашей страны. Кто готовит? Это точно так же, как легенда о том, что Украина собиралась напасть на Россию. У России не осталось выбора для того, чтобы не напасть на Украину. Поэтому, ну как бы, вот тут он точно вас обманывает, я так скажу, если обращаться к белорусам, то вот тут он точно вас обманывает, потому что НАТО не собирается на вас нападать. И, как бы, главным перлом в речи Лукашенко была, видимо, мольба Путина, которую он озвучил о мире, о перемирии. Лукашенко сказал, что надо, ну он рискнул, как бы, предложить опять Минск в качестве переговорной площадки. Ну это же подымает и его престиж. Он готовился в 2014 году там к санкциям против него, а тут раз, и у него в Минске начались переговорные процессы. Помните, как он бегал в Минске, встречал западных представителей Запада, Франции, Германии, и он говорил, они мне руку пожали, они мне руку пожали. То есть, в этом плане, что не сделаешь ради пиара. Так вот, он говорит, что Украина должна, все должны прекратить огонь немедленно, без права перемещения войск и объявить перемирие и сесть за стол переговоров. Кому это выгодно? Только Российской Федерации. Россия сегодня слабеет, как никогда. Я, кстати, смотрю, что в России маразм захлестывает через край. Почему? Потому что приходят такие дикие сообщения. Я дальше буду говорить о танках, которые Россия снимает с хранения, о пушках, которые Россия снимает с хранения. И их планируют поставить на фронт. Я так понимаю, что скоро они уже достанут автоматы ППШ. А может быть, винтовки Мосина. Помните, как в Сталинграде давали одну винтовку на двоих и пять патронов. Одному патроны, другому винтовку. И на вопрос, а почему не каждый, а все равно, говорит, кого-то из вас убьют, а второй воспользуется обоими выданными предметами, винтовкой и патронами. Поэтому я думаю, что тут Лукашенко честно отрабатывает перед Путиным свою миссию и просто озвучивает то, что Путина сегодня просто душит за горло. А душит за горло почему? Потому что Путин остался один. Реально один. Си Цзипинь отказался, отверг предложение Путина о создании антизападной коалиции Китая и России. Я всегда говорю, что Китай при их товарообороте со Штатами и Европой никогда в жизни не пойдет на конфронтацию с Европой. Поиграть в политические игрища в плане лучшая переговорная позиция, как мы с вами говорили, выдвинуть какие-то условия. Но в общем Китай не пойдет против паровоза. Никто не будет так рисковать. И Путин остался один. Индия рассматривает вопрос. Пока данные официально не подтверждены. Ну вроде как говорят, что Индия собирается нам передать противотанковые комплексы. Французские комплексы ПТРК Милан. Довольно хорошие, довольно распространенные и хорошо себя зарекомендовавшие. Конкурент ТОУ, кстати. Причем и ТОУ-2 в том числе. Так что и Индия отказывается от российского вооружения. И у Путина очень плохая ситуация в плане экономики в стране. То, что там, как они хвастаются, заводы работают 24 на 7. Но мы что-то видим, что кроме индустриального грохода на выходе нет ничего. На сегодняшний день. Боеприпасы Россия пытается выпрашивать у Северной Кореи. А это опять же Китай. Если Китай скажет нет, значит Корея Северная не даст даже патрона ржавого. Российской Федерации. Поэтому вот Лукашенко озвучивает, что у России же есть ядерное оружие. Россия же не может проиграть. И фактически он приглашает Россию разместить ядерное оружие. Может он таким образом хочет отобрать. Когда Россия будет разгромлена на поле боя. Лукашенко надеется, что кусочек этой ядерной дубины достанется ему. И потом он будет выторговывать в обмен на это оружие. Новый какой-нибудь Будапештский меморандум подписывать. В обмен на гарантии неприкосновенности. Или на гарантии безопасности. Для себя любимого. Рискуя всей страной. Может быть. Вот такие варианты вполне возможны. А тем временем, пока Лукашенко зовет или тащит, допустим, в Белоруссию ядерные ракеты российские. Соединенные Штаты готовят для Украины новый пакет военной помощи. И этот пакет, в него могут войти радары наблюдения за воздушным пространством. То есть то, что нам необходимо. Средства раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Противотанковые ракеты и машинное обеспечение. В частности, могут быть бензовозы. Предполагаемая сумма будущего пакета военной помощи составит 2,6 миллиардов долларов. Но думаю, что боеприпасы обязательно будут включены. Вот такие пакеты, как правило, включают еще и боеприпасы. Ну, вот теперь о вооружении, которое снимает Российская Федерация для того, чтобы обеспечить фронт. Замеченные эшелоны с Дальнего Востока идут эшелоны за Уралом. Чтобы вы понимали, за Уралом основные места хранения техники. И там же стратегический запас боеприпасов. Сейчас все эшелоны идут именно оттуда. Так вот, был замечен эшелон с пушками Т-12. Это предшественница Рапиры, МТ-12. Противотанковой 100-мм гладкоствольной пушки. Но вот эти Т-12, они выпускались еще в 60-х годах. В принципе, как бы они с точки зрения, если они технически исправны, то это противотанковое средство. Но, опять же, с пушками проблема в их маневренности. Вот, это раз. И второе, боеприпасы. То, что они есть, я не сомневаюсь. И их там очень много, потому что Советский Союз был запасливый. Советский Союз клепал эти боеприпасы. А Россия пока что только расходовала. Они мало клепали, новых выпускали. Но они очень много расходовали как на продажу, так и на вооруженные конфликты. Ведь в России все 30 лет своей новейшей истории она везде воюет. Или участвует в конфликтах, или поддерживает эти конфликты. И везде расход идет боеприпасов. Так вот, боеприпасы. В каком они состоянии и насколько они позволят усилить огневую мощь. Но, еще один момент. Дело в том, что эти пушки, они довольно тяжелые. Т-12 точно не скажу, где-то около 3 тонн весит. А МТ-12 4 тонны весит. Чуть меньше 4 тонн. Но, под нее тягач нужен. Понимаете? Пушка пушкой, а под нее нужен тягач. И причем нужна машина, которая... А, теперь представьте, МТ-12 это противотанковая пушка, которая должна стоять в первой линии обороны. И, соответственно, машина должна ее вытянуть туда, развернуться, выгрузить боеприпасы. И тягач уходит в укрытие. А орудие остается на прямой наводке. На прямой наводке. Это пушка работает по прямой наводке. Ну, тем не менее, они едут. Ну, еще такая новость, это просто сказка. Вот я, ну, как бы, я вам говорил о том, что они снимают. Значит, Уралвагонзавод, это основной танковый завод Российской Федерации, объявил о модернизации 50 танков Т-34. Времен Второй мировой войны. Они будут их модернизировать на Т-34 образца 2023 года. В чем будет модернизация? Двигатель. Модернизированный двигатель туда будет установлен. Тепловая оптика, то есть тепловизор, ночной прицел. Будем так говорить. А может быть и не прицел, может быть действительно оптика, как тут написано. Почему? Ну, потому что, а не, прицел ночной, 1ПН-96МТ. Это ночной прицел. Так, автомат зарядки башни. Ну, вот, ну, я, как бы, трудно сказать, автомат заряжания для орудия сделать, хватит ли места там, в этом, в самом там, там же экипаж, 4 человека, там же заряжается орудие. Там же заряжающий, 4-й в танке сидит. И, ну, автомат зарядки башни. И контакт 1, это активно-реактивная броня. Вот, черепаха, так называемая в народе, вот, которая будет одета на танк. Правда, не уточняются сроки контрактов, когда эти 50 танков сможет подготовить Уралвагонзавод для того, чтобы отправить их на фронт, закончить модернизацию, отправить на фронт. Вот, кстати, было также, было сообщение о том, что ИС-3 танки снимается с хранения. Ну, я понимаю, зачем ИС-3. ИС-3 там пушка. И они хотят использовать, и у него броня была самая большая, это тяжелый танк, 55 тонн. У него самая была мощная броня на период Второй мировой войны. Он даже превзошел по своим бронекачествам КВ, КВ-2. Вот, танк ИС-3, Иосиф Сталин. И за счет мощности пушки, они хотят, видимо, использовать их в укрепрайонах. Так что, кроме Т-34, мы можем еще встретить ИС-3. Вот, вот такие вот новшества мы наблюдаем из российской... Конечно, Путину надо перемирять. Конечно, надо же дать время Уралвагонзаводу, чтобы сделать эти 50 Т-34 образца 23-го года. Надо дать Уралвагонзаводу время, чтобы снять с хранения и модернизировать ИС-3 танки. Надо МТ-12, чтобы Пермь прогнала через свои цеха и сделала капитальный ремонт Т-12 и отправить их на фронт. Ему надо время. Это то, чего на войне катастрофически не хватает. Поэтому Путин просит Лукашенко, а ну-ка объяви перемирие. Если что, скажи, что есть ядерные ракеты. Будем махать, пугать весь мир. А в это время Украина заказывает у Польши 100 бронетранспортеров Росомак. Это финско-польский бронетранспортер, совместный, с 2003 года на вооружении. Там даже уже не столько бронетранспортер, сколько это сделано в виде универсальной платформы. Ну, если брать в исполнение бронетранспортера, то у него 30-мм автоматическая пушка, пулемет 12,7 крупнокалиберный и пулемет 7,62. То есть, вот такое довольно мощное вооружение. Он дизельный. 480 лошадей или 540 лошадей, в зависимости от компоновки, от варианта двигателя. 22-тонный бронетранспортер. Очень хорошо себя зарекомендовал в войне в Афганистане, в период с 2001 по 2014 год. 100 бронетранспортеров это бригада. То есть, мы не Т-34 снимаем с хранения, мы заказываем у Польши. Их выпущено уже 670. Мы заказываем у Польши, хотим купить 100 бронетранспортеров. Росомак, современных бронетранспортеров. Кстати, там платформа настолько универсальная, что есть, кроме обычного бронетранспортера, есть еще и даже минометы. Есть разведывательная машина и есть даже минометные системы на базе этого бронетранспортера. 120-миллиметровый миномет. С 2017 года он был установлен. Есть бронетранспортеры Росомак-С с ПТРК «Спайк». То есть, это базовое шасси, на которое может ставиться различные виды вооружения. Вот вам яркий пример разницы в подходах к перевооружению армии в ходе ведения боевых действий. Кто-то модернизирует Т-34 до версии образца 1923 года, кто-то закупает современные бронетранспортеры типа Росомак. Ну и про Крым. Надо сказать, Крыму роют окопы. Роют окопы день и ночь. И поступают данные сейчас. Ну мы же все уже знаем, понимаете. Вы ройте, ройте. Может быть они и пригодятся. Если есть время и, как у нас скажут, есть часто натхнение, ройте. Все равно не спасут эти окопы, сразу говорю. И смотрите, Россия готовится к обороне Крыма. Строит укрепления. Свежие спутниковые снимки от аналитика от схем и Крыма. Что мы наблюдаем? Двойная линия окопов обустроена сразу за админграницей в районе российского пункта пропуска Армянск и в районе Перекопского вала. За Чингаром возле села Тургенева видна разветвленная система фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 у озера Сиваш. Далее. Сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка. За селом Ишунь у дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы. На пляжах возле Евпатории уже отрыто не менее 7 километров окоп. Так что мы наблюдаем. Можете рыть, мы продолжаем наблюдать. А боевые действия будут совсем по-другому. Так что ройте. И в сегодняшнем новости ну еще надо добавить, что тоже для коллаборантов я знаю, что на оккупированных территориях слушают меня, смотрят. Так вот, по данным наших партизанов в Васильевке и прилегающих районах а это, кстати, такое это же пропускное место, где люди еще пытаются как-то пересечь линию фронта. Так вот, в Васильевке готовится зачистка коллаборантов. То есть российское командование оккупационной власти об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар АТЭШ ссылаясь на информацию от военнослужащего 429-го мотострелкового полка российской оккупационной армии. И о чем он говорит? Этот военный говорит, что при возможном отступлении российских войск из Васильевки Запорожской области будет зачистка местных коллаборантов из числа администрации города и личного состава местного РОВД говорится в сообщении. Так что все, кто сегодня сотрудничает у вас, есть шанс, что вас просто расстреляют. Русские зачистят. Активисты добавили, что таким образом оккупанты достигнут нескольких целей. Первая зачистка людей, которые много знают и могут свидетельствовать в судах. Дискредитируют Украину, обвинив ее в этом преступлении, что якобы это сделали украинские войска. Но чтобы обвинение вступило в силу или имело хоть какой-то вес юридически, надо доказательную базу. Доказательной базы не будет. Наверняка мы знаем, как фейки развеивать. Но тем не менее, люди, которые сейчас работают на оккупационной власти, они просто будут расстреляны. Поэтому им решать. Они делали свой выбор в этой жизни. Ну и как вишенка на торте в сегодняшней военно-политической обстановке это будет сообщение из Еревана. Чего-чего, а чего больше всего боялись, то и произошло. Путин боялся очень. Россия, точнее в Москве боялись, правильно и так будет сказать, или в Кремле. Очень боялись, что Армения начнет откалываться. И Армения сделала такой, я бы сказал, очень резкий шаг. Армения ратифицировала обязательства римского права о международном, римский устав о международном уголовном суде. Так что сегодня Армения присоединилась к цивилизованным странам, которые ратифицировали римский устав. К сожалению, величайшему мы до сих пор это не сделали, Украина, хотя для нас это было бы первостепеннейшей задачей, потому что мы хотим, чтобы Международный уголовный суд защитил наши интересы и заставил Россию выплачивать репарации и за нанесенный ущерб в этой войне, но почему-то наша Верховная Рада занимается совсем другими делами. А вот Армения, видите, нашла в себе время и силы для того, чтобы его ратифицировать. Вы понимаете, что это означает? Это даже не развал от ДКБ. Развал от ДКБ это было бы так. Все равно мертвая организация. Все равно Путин создавал для себя любимого и сам ею управлял, сам ею потешался. Что хотел там, то и не творил. А это означает то, что Путин не может приехать в Армению. Теперь Путина обязаны арестовать, если он появится на территории Армении или на той территории, где будет действовать юрисдикция Республики Армения. Так что вот такой подарок или такая плюха со стороны Армении была отвешена Путину за прошедшие сутки. Я считаю, что это бомбическая новость. Армения, которая возлагала столько надежд, столько просила Путина им помочь. Путин их игнорировал. Они ему ответили, ответили достойно. Так что вот такие вот военные, военно-политические новости за прошедшие сутки в нашей стране и вокруг нее. На этом мы первый раздел нашего видео закончим. У меня, я как обычно по традиции сделаю паузу. Кто не подписан, подпишитесь на мой канал, включите уведомления, чтобы вам приходило о новых видео на канале. Все, кто смотрит это видео, подписаны вы, не подписаны, пожалуйста, поставьте лайк. Чем больше лайков, тем больше людей сможет увидеть это видео. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции это ответом на ваши вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Есть вопрос, как так получается, что о шахедах пишут, но реально их никто не видит и не слышит, и никто не сбивает. Действительно ли такие сообщения о шахедах, а не работа радиоэлектронной борьбы? В частности, интересует, как далеко РЭП способна достать, чтобы создавать ложные цели. РЭП не создает ложные цели. Ложная цель летит и создает сама себя. Или это, допустим, может быть, шахед, на котором вместо взрывчатого вещества в головной части будет источник радиопомех. И пролетая, он будет просто глушить эфир вокруг себя. Самые мощные станции РЭП достают до 200-250 километров. Все зависит еще от диапазона. Где-то в среднем так. А так обычно 50-30-50 километров, 100 километров работают станции радиоэлектронной борьбы. Глушилки они чуть бывают помощнее. И там я уже рассказывал, могут быть узкополосные и широкополосные. То есть маленький кусочек диапазона на определенной частоте или довольно большой широкий диапазон захватывает, чтобы поставить помеху. Так вот, шахеды летают. Я вообще удивляюсь, как вы спрашиваете, шахеды никто не слышит, никто не видит. Мы тут в Киеве, я сам лично сколько раз слышал шахеды. Наша территориальная оборона, мобильные группы стреляют. Сбивали. и калибр один падал, и сбивали, и шахеды сбивали. Все есть. Единственное, что не все показывают шахеды, обломки шахедов, не все показывают. Но поверьте, мобильные группы работают. Слышно, как работает ПВО по этим шахедам, как работают мобильные группы. По ночам, ну сейчас меньше стало и шахедов, а вот зима 22-го года, конец осени, и зима. То есть ноябрь-декабрь, когда были такие массированные удары, и прожектора по небу носились, и все это сбивалось. И я очень удивлен, что вы не видели и не слышали. Я думаю, что тысячи людей, десятки тысяч, видели, слышали, и очень многие даже знают, те, кто пострадал, или пострадали сами от этих шахедов. Поэтому они летят. Ложная цель, еще раз повторю, ложная цель это шахед без взрывчатки, который имитирует и отвлекает, только отвлекает, а радиоэлектронная борьба не ставит ложных целей. Она пытается подавить радиолокационные станции, она ставит помехи в эфире, чтобы не просматривался диапазон. А так, да, действительно шахед, я вот из личного опыта скажу, что шахед летит точно, как когда-то ездили мопеды. Кстати, сегодняшние мопеды, наверное, даже тише работают, чем шахеды. Так что все летает и все есть. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что же, что за набалдашник на конце орудия и какова его роль, почему на многих орудиях он есть, а на многих нет. На артиллерийских системах этот набалдашник есть. Этот набалдашник называется дульный тормоз. Его роль это он берет на себя часть погашения энергии отката ствола. За счет того, что вырывающиеся из ствола пороховые газы ударяются в эти самые в ребра жесткости вот этого дульного тормоза и потом, когда вы на видео смотрите, то часть дыма идет вперед из ствола за снарядом, а часть расходится по бокам из дульного тормоза. Он бывает разный, двух типов, это щелевой и оконный дульный тормоз. Есть еще дульный тормоз дырочного типа, он применяется на таких орудиях, как МТ-12 Рапира, 100-мм пушка гладкоствольная. На артиллерийских системах практически есть на всех, кроме 2С-3 не имеет дульного тормоза, ой, 2С-7 не имеет дульного тормоза, пион. Почему? Потому что это корабельная пушка. Это ствол этой пушки, это пушка, пушка гаулица, точнее. Ствол этой пушки был снят с башни линкора. Это главный калибр линкоровский был в годы Второй мировой войны и установлен на самоходную базу. Он конструктивно не разрабатывался под дульный тормоз. А все остальные орудия имеют дульный тормоз двух типов щелевой и оконный. На Д-30 щелевой дульный тормоз на новых Д-30, а на старых Д-30 на Акации 2С-3 там оконного типа там большие проемы. И он немножко приплюснутый. А вот на Д-30 он такие щели немножко жабры напоминает рыбьи. Но смотрите на танках и на противотанковых системах типа МТ-12 там на МТ-12 дульный тормоз сделали типа сетчатого такое отверстие для того чтобы создать минимальное задымление. Дело в том что танку нужен обзор. Танк ведет прямую наводку. Поэтому пороховые газы должны уходить вперед и не закрывать обзор танку. Это первая причина почему на танках нет дульных тормозов. И вторая причина это то что дульный тормоз при стрельбе на малых углах возвышения то есть когда ствол практически параллельно земле а у танка это основной угол возвышения. в этом случае газы вырывающиеся из дульного тормоза создают такую я бы сказал песчано-пылевую дымовую песчано-дымовую взвесь в воздухе что сильно демаскирует танк. Сразу видно откуда производился выстрел. Если из ствола джин вышел небольшой его ветром сдуло и уже не видно то песчано-дымовая взвесь она может в зависимости от погодных условий но она большая она получается объемная в артиллерии кстати это огромная проблема потому что глаза уши рот ты открываешь рот затыкаешь уши чтобы получить меньшую контузию при выстреле но зато полный рот песка и дышать нечем гарь от пороховых газов в таких условиях работают расчеты орудий но для артиллерии это не важно потому что она стреляет с закрытых огневых позиций а все что стреляет с открытых огневых позиций оно как правило дульного тормоза не имеет если только неконструктивные особенности как я привел пион 2С7 у него не было предусмотрено изначально и этот ствол был взят с линкора с башенного орудия линкора кстати подъядерный заряд следующий вопрос подскажите обратил внимание что в последнее время в сводках генерального штаба возросло количество уничтоженных арт-систем заметили ли вы и с чем это может быть связано это связано с приоритетностью задач мы на сегодня противник начал эконом смотрите у них проблема проблема во всем где-то больше где-то меньше но допустим проблема с боеприпасами меньше огневых налетов проблема с бронетехникой меньше бронетехники значит наша артиллерия а если меньше бронетехники применяется в ходе боевых действий особенно атак почему у них пешие атаки то наша артиллерия может приступить к чему правильно к контр батарейной борьбе Для нас это важнее. Мы на сегодняшний день выполняем основную задачу. Мы уничтожаем основное средство огневого поражения. Артиллерия является основой огневого поражения противника. Поэтому наша задача как можно больше выбить артиллерии из рядов российской армии. Что мы и делаем. Уничтожаем склады, уничтожаем их артиллерийские системы. С ракетными системами там немножко сложнее. Они далеко от переднего края, мы их не достаем. Но россияне их уничтожили сами практически, де-факто. Почему? Потому что настрел из одной пусковой установки не может быть бесконечным. Не может. Пусковая установка изнашивается намного быстрее, чем кончаются ракеты. Но у них получилось. Они умудрились сделать и то, и другое. Поэтому в сводках Генштаба мы на сегодняшний день видим увеличение количества выведенных из строя или уничтоженных артиллерийских систем противника. Мы стараемся вести контр-батарейную борьбу. У меня вопрос. К северу от Донецка течет река Северский Донец. Имеет ли смысл уничтожить мосты через эту реку? Если да, то могут ли вооруженные силы Украины это сделать уже сейчас? Спасибо. Там, где могут, там мы уничтожаем. Там Российская Федерация пользуется понтонными переправами, которые мы тоже периодически уничтожаем. Все, что в зоне досягаемости и есть необходимость, поверьте, в Генеральном штабе сразу же отдают на приоритет. И артиллерия старшего начальника, дальнобойная, начинает работу по уничтожению того или иного объекта. Все, что мы не достаем, то мы пока что не уничтожаем. А можно на дрон устанавливать систему наведения «Джевелина» или подсветку для других снарядов ракет? Можно подсветку ставить. Нет, «Джевелина» головку «Джевелина» нет. Смотрите, «Джевелин» вообще, у него головка самонаведения работает на контрасте или на инфракрасном. У него двойная голова. Там необходим захват цели. Оператор должен навести на цель и нажать кнопочку «Захват». И как только загорится зеленым цветом рамка вокруг цели, то есть захват произведен, ты делаешь пуск. Вот так работает головка самонаведения «Джевелина». Она работает по двум принципам. Это тепловое излучение и контрастность цели. То есть танк 50 тонн, как минимум 50 тонн металла на фоне земли выделяется великолепно. И, соответственно, «Джевелин» захватывает его и летит. Дальность стрельбы «Джевелином», дальность пуска его, 2,5 километра. То есть это средство ближнего боя, пехотное. Поэтому установить эту голову на ракетах, а на ракетах ставится немножко другая голова. Там голова сопоставляет заложенную в нее изображение цели с тем, что эта голова видит перед собой. И, соответственно, корректирует себя по цели. Вот так работает, допустим, тот же снаряд «Эскалибур». Тоже говорят, как он может по движущейся цели. Потому что он, когда подлетает к объекту на конечном участке траектории, у него включается вот эта голова самонаведения. Если цель движущая, он себя скорректирует за этой целью. Он ее быстро обнаруживает. Она совпадает с той картинкой, которая у него заложена в голове, в мозгах электронных. И он ее преследует. Если она стационарная, он просто себя корректирует относительно цели и попадает. Примерно так же работает головка самонаведения ракеты. А вот на разведывательных дронах типа Reaper, который потом Black Hawk MQ-9 американский, там стоит возможность подсветки. Там стоит лазер, которым дрон может подсветить цель. И, соответственно, ракеты, управляемые ракеты придут точно в то место, куда светит лазер с этого дрона. Так вот, специальные разведывательные дроны имеют в своей аппаратуре возможность подсветки целей лазерным лучом. А на дроны Камикадзе или на эти самые, таких возможностей установки нет. Тем более, что дрон-разведчик, он же возвращается. Он может быть разведывательным, может быть разведывательно-ударным. Но в любом случае у него есть возможность подсветить цель. Кстати, он может подсветить не только лазером, но есть некоторые дроны, которые подсвечивают цель с помощью радиоэлектронного луча. Но в любом случае, если дрон подсвечивает цель, надо быть готовым к тому, что его очень быстро и легко засекают средства ПВО противника. И он может быть сбит. Тут должна быть цена вопроса. Подсвечивать, не подсвечивать, есть необходимость или нет такой необходимости. Добрый день. В одном из видео, несколько дней тому, вы сказали, что некоторые дроны оснащены приладами, которые сами могут визначать цели, такие как ворожая техника, и схожие цели. Пытание. Как данный дрон может видрезнить рабочую технику, вид, уже спаленную перед тем? Смотрите. Дело в том, что никто не будет наносить удар дронами по уже сожженной технике. Дроны наносят удары по координатам. Как правило. Корректируются они уже на конечном этапе и уже непосредственно по самой цели. Во-первых, сожженная техника отличается от исправной. Это раз. И второе, что это должно быть большое скопление техники, как сожженной, так и исправной. И тогда дрон может ошибиться, запутавшись в однотипных машинах. Но такого же не бывает. Мы же прекрасно понимаем, что там, где технику, если уничтожили, ее либо на эвакопункты забирают, либо меняют позицию. Потому что пристреленная позиция для артиллерии – это очень легкая добыча. Артиллерийская готовность по плановой цели меньше двух минут. Для группы артиллерии. А для, допустим, взвода артиллерийского, то это может быть и минута. Потому что установки все есть. Если орудия сориентированы, то только перенацелил его с одной цели на другую. И, пожалуйста, вали. Выкладывай боеприпасы на грунт столько, сколько определили по норме расхода. Все. Никто не будет стоять возле кучи подбитой техники. Поэтому дрон не может ошибиться. Он, как правило, летит по координатам. А на конечном участке траектории, как я уже только что объяснял в предыдущем вопросе, на конечном участке траектории, он уточняет расположение цели и корректирует свою траекторию для того, чтобы не промахнуться. Вот так работает дрон. Запытание. Стосовно радянских импортных летакив. Какий у них ресурс, як и учему вин вымеряется? Дякую за видповедь. Ну я вам точно по часам. Смотрите. Измеряется ресурс часами. Так называемые моточасы. В авиации там очень сложная система ресурса. Почему? Потому что у них все имеет свой отдельный ресурс. Есть общий ресурс на самолет. На фюзеляж, на двигатель, на приборы. Вот, допустим, осветительные приборы в авиации меняются после определенного... Там разы или количество раз. После определенного количества включений положено менять комплект фар. У них идет лампа фара для авиации. Допустим, шасси, то же самое. Два критерия. Либо износ резины при частой эксплуатации, либо количество взлетов и посадок. Двигатель, моторесурс, часы работы. Сколько часов отработал двигатель по достижении определенного налета часов, двигателю необходимы регламентные или техническое обслуживание, или регламентный ремонт, или средний, или капитальный, в зависимости от выработки. То есть, там каждая вещь имеет, точнее, каждый элемент самолета, каждая его система имеет свой ресурс. Гидравлика, допустим, имеет свой ресурс тоже по часам работы. Он определяется. Это все, раньше это учитывалось по счетчикам моточасов, устанавливалось не на всех, конечно, системах, но на большинстве основных систем они стояли. Сейчас это делает бортовой компьютер, который четко показывает, если же возникают какие-то неполадки, или отказы, так называемые, то эта система или эта деталь заменяется немедленно, при первом же техническом обслуживании, или подготовке машины к следующему боевому вылету. Пилот прилетает, сдает машину технику, говорит, у меня там проблемы были там-то, там-то, там, посмотри. И он смотрит. Он записывает все в журнал, пилот, а уже техник берет журнал и по журналу готовит машину к следующему боевому вылету. Моточасы. Точно не скажу, сколько там по конкретному типу, потому что определяется по самому большому, как правило, по двигателю определяется моточасы самолета. Но скажу так, что сказать, что, допустим, западные самолеты более выносливые, чем советские, ну, я бы не сказал. В Советском Союзе делался упор на выносливость. Там запас прочности всегда давался. Относительно российских самолетов, ну, тут вообще-то большой вопрос. Из того, что они там сделали из советских разработок и сказали, что это их ноу-хау, то там остались закладки еще конструкторов Советского Союза. То есть по запасу прочности. Довольно выносливые машины и могут иметь довольно большой налет часов. Ну и западные самолеты, а там уровень технической подготовки и уровень технологий намного выше. Поэтому они тоже могут иметь довольно большой налет часов. В любом случае, это моточасы, и в любом случае, как бы это условия эксплуатации самолета. Потому что война, допустим, самолет может получать повреждения в ходе воздушного боя или там его обстрела с земли, там, с воздуха, откуда угодно. Здравствуйте. Вопрос по танкам «Леклерк». В Украину уже прибыли танки «Леопард» и «Челленджер». А про «Леклерк» тишина. Сам сеньор Макрон утверждал, что танк «Леклерк» – самый лучший танк в мире. Это только можно проверить в реальных боевых условиях. Танк какой страны действительно лучший? Да, вы абсолютно правы, что только бой покажет все недостатки и все преимущества любой техники, в том числе и танка. Так вот, скажу так, что Макрон – нет. Макрон, наоборот, сказал, что «Леклерк» – нет. Что «Леклерк» настолько там суперсовременный танк, что мы не освоим его. Он нас посчитал, что мы не сможем освоить «Леклерки», поэтому о танке я вам не дам. О пулемет я вам не дам. Помните, «Белое солнце пустыни». Вот Макрон примерно высказался именно так. Так что не ожидайте «Леклерков» на поле боя или в составе сил обороны Украины. Что касается практических «Леклерк», скажу так, он входит в «Десятку», но где-то во второй половине этой «Десятки», там «Седьмое» или «Восьмое», не помню место. Я читал как-то, отвечал на вопрос, «Топ-10 лучших танков мира». На первом месте «Абрамс» и «Леопард». Они постоянно делят первое место между собой, причем «Леопард» уже в версии А7 и «Абрамс» в версии М2. Но эти танки чаще всего участвуют в боевых действиях. Вот что определяет их характеристики. Они показали себя во многих вооруженных конфликтах довольно неплохо. Поэтому я бы отдал предпочтение, ну я лично отдаю предпочтение немецкому танку. И даже в версии А5, на мой взгляд, это довольно хорошая машина. «Абрамс», на мой взгляд, уступает ему, кстати, по-моему, не так, последний рейтинг за прошлый год. «Абрамс» на втором месте, «Алеопард» 2, «А7» на первом месте. У «Абрамса», на мой взгляд, это газотурбинный двигатель. Вот это его главный недостаток. Кстати, он проявился, этот недостаток проявился в войне в Персидском заливе. И во всех трех операциях была огромная проблема с воздушными фильтрами, потому что фильтра очень быстро забивались. Там турбина, она капризна, она требует идеально чистого воздуха. И фильтра очень быстро забивались из-за того, что там пустыня, песок и запыленность была просто сумасшедшая. «Абрамс» 2, все-таки на дизельном двигателе. Кстати, у него движок один из лучших, полторы тысячи лошадиных сил. И даже многие страны используют в своих отечественных танках немецкие двигатели мощностью 1500 лошадей. Именно леопардовские движки используются во многих, еще раз повторюсь, на отечественных танках разных стран. Ну и по электронике, по своим характеристикам, леопард сегодня, наверное, получше будет выглядеть, чем «Абрамс». Так что, мое мнение такое, леопард 2 в версии А7 лучше там, на втором месте «Абрамс». А2М1, по-моему, так он называется. Последняя версия его. Или М2. А2М2, по-моему, так. И к нам, кстати, должны были дать последнюю версию уже с броней из обедненного урана, но потом все переиграли, сказали, что для того, чтобы ускорить нам передачу «Абрамсов», нам дадут в старой версии, но без, в обновленной версии, вот так вот, но без брони из обедненного урана. Ну что ж, на этом мы вторую часть вопросную тоже закончим. И у нас с вами остается третья часть. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Ну вот такой вот сарказм по поводу России. Выступая на заседании Совбеза ООН, заместитель поспреда Китая подчеркнул, что Китай категорически против появления у Белоруссии ядерного оружия. Ядерное оружие – это дамоклов меч. Мы выступаем против угроз ядерным оружием, не ядерным странам. По скриптам, Си Цзепин отказался присоединиться к антизападной коалиции, которую предлагал Путин, сообщает Институт изучения войны. По оценкам американских аналитиков, Владимир Путин предложил Си Цзепину создать антизападный блок. Однако китайский лидер отверг эту инициативу. Даже не стоило сомневаться. И Путин теперь один в поле. А воин из него мы уже знаем какой. Как были похожи украинские бандеровцы на наших чеченских бандитов-террористов, на лесных братьев Прибалтики, азиатских басмачей и афганских душманов. Никто из этих «злодеев» никто не покушался на Россию. Каждый из них только защищал свою родную землю. Да, это правда. Ну, видите, война с басмачами интерпретировалась Советским Союзом как освободительная война за свободу народов. А на самом деле была борьба по давлению национальных наций и народностей, и захвата территории Советским Союзом. Ну, тогда Российской Федерации. Территория Южной Кореи в 170 раз меньше территории России. А ВВП Южной Кореи больше ВВП России. Но России все равно не хватает территории. Нет, это не хватка территории. Это имперские амбиции. Это понты. Которые, к сожалению, выливаются такой огромной кровью для нас. Под дымовые гранаты на танки. Про дымовые гранаты на танки есть видео, где танк прикрывает дымом наши БМП при наступлении. Вот, кстати, видите, есть. Надо поискать. Нет ничего невозможного. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому ищите, и вы увидите. Свободу Белгородской Народной Республики. Спасибо, Украина, за демилитаризацию и деноцификацию российского режима. Скорой победы. Вот такой вот комментарий. Добрый вечер. С самого начала о сообщениях о Буче. Мне возникло положительное отношение к названию этого населенного пункта. В переводе на латышский язык слово «Буча» означает «поцелуй». По-моему, очень романтическое название этого города. Несмотря на перенесенный ужас в этом пригороде Киева. Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям с днем рождения и желаю крепкого здоровья. Спасибо. Буча, Ворзель и часть Ирпеня считались такой курортной зоной под Киевом. Там довольно дорогая была земля, особенно в частном секторе. Там строилось очень много таких малоэтажных домиков, где люди покупали квартиры и там жили, а работали в Киеве. Это довольно престижное было место. Надеюсь, оно и останется и будет. Почему? Уже там восстановительные работы первые начинаются, мосты восстанавливают, инфраструктуру восстанавливают. Так что, все мы восстановим. Прокрылатые ракеты. Наземные ракеты вынуждены повторять рельеф местности и менять высоту, на что требуется больше энергии и уменьшается дальность. Морским это не требуется, так как поверхность воды везде ровная. Жаль, не прочитали мой ответ про наземные и гладкоствольные пушки. Написал, конечно, много и все зачитывать было необязательно. Не соглашусь, почему? Потому что объяснили же, что крылатая ракета, она повторяет рельеф земли, но при этом она расходует минимум энергии. Она за счет планера, за счет рулей за счет рулей она огибает местность, но она идет с крейсерской скоростью где-то там 840-850 км в час. Просто как самолет. Летит как самолет. Меняет траекторию, поворачивает, но при этом минимальные затраты. Поэтому топлива хватает на большое расстояние. Морская ракета, ей надо ускориться. Когда она приближается к району цели, ей надо разогнаться до максимально возможной скорости. Для чего? Для того, чтобы преодолеть корабельное ПВО. Потому что на любом корабле есть средства ПВО. И эти средства, естественно, и РЛС видит ракету. Над поверх, над гладью воды, ну не заметить ракету, надо быть слепым. Поэтому ракете надо с максимальной скоростью проскочить через ПВО противника. И вот тут расход топлива просто бешеный. Вы когда педаль вдавливаете в пол, у вас, ну, сейчас уже, конечно, инжекторные системы, там, впрыска. А раньше, как говорили, хотел сказать, староверы, как говорили старые водители, когда карбюраторы были на машинах, когда заслонка дроссельная открывается полностью, тут оправа просто льется в карбюраторы. Соответственно, расход такой же. Сумасшедший расход. Вот о чем речь. Хочу запитать, чему місто Запорежье не завжди потрапляю у зведення по обстрілу міста. Про Харьков чуємо, про Запорежье не. С 30-го на 31-е было два обстрела. 31-й березня в день обстрел приватного сектора. Мы теж Украина. Да, к сожалению, бывает такое, что Харьков или там Херсон, ну, Херсон сейчас тоже выпал, видите, из сводки. Днепр выпадает из сводки, хотя довольно часто по Днепру наносятся ракетные удары. Ну, видите, не всегда бывает, видимо, возможность у Генерального штаба откорректировать эту сводку и внести конкретно тот город, который пострадал. Иногда они это дело упускают. Раз рейтинг Эрдогана скачет, значит, рейтинг точно не Москаль. Турок, наверное. Ну да, помните наш этот девиз на Майдане «Кто не скачет, то и Москаль». Вот. Кстати, очень и очень оказался хорошим или полезным. А вот, кстати, ваша про гладкоствольное. Гладкий ствол не прочнее нарезного. Гладкий ствол позволяет достигать значительно большей скорости снаряда, в отличие от нарезного. Все для достижения большей дальности стрельбы прямой наводкой. Нарезные не могут таких скоростей достичь, а при очень высоких скоростях происходит очень быстрый износ нарезов ствола. Еще гладкие стволы позволяют стрелять птурами станка. Ну, в принципе, вы подтвердили те постулаты, которые были озвучены и мной, и другими, и в комментариях других пользователей, которые я зачитал. Ну, что ж, вот на этой оптимистичной ноте позвольте закончить сегодняшнее видео, поблагодарить вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Тем, кто не подписан, напоминаю, подпишитесь. Тем, кто посмотрел это видео, пожалуйста, поставьте лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Большое вам спасибо за вашу помощь и поддержку. Ну, а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога наша. Слава Украине! Продолжение следует...